Давай, я помогу. Я включил печку. С обнаженными женщинами. Газель, чувак, отвечаю. В Венее, короче, остановились купить ананас. Сейчас нам его нарежут, начистят. Грязными руками затрогают. И мы пойдем дальше. Короче, ребята, смотрите. Здесь наверняка все ананасы свежие. Но когда вы приходите в магазин, как выбрать, хороший ананас или нет? Вот он не пахнет. Он, в принципе, желтого цвета. Берешь верхний листочек, один из, и делаешь так. Вылетел вообще легко. Если он вылетает сложно, значит, он зеленый. Надо вот так вот просто берешь, легонечко-легонечко. Все. Ананас хороший. И главное, у нас в магазине щупайте, чтобы он не был мороженым. Что у нас чаще всего мороженое продается. И если выберешь не мороженое, и этот подходит, то будет супер. Вот такие вот дороги. А вот ремонт дороги. Вот так вот ребята просто камушки таскают и засыпают. Вот так вот Гвинея превращается в джунгли. Дорога несколько улучшилась. Стало прохладно, я бы даже сказал. Да. Появились тени и настоящие африканские джунгли. Нетронутая природа. Смотрите, какая красота. Привет. Не знаю, какой день путешествия. Может быть уже 30-й, может 35-й. Сбился со счета. Значит, я сижу, заклеиваю рану себе на ноге. Жду, пока высохнет. Клей БФ6. Мы находимся в Гвинеи. Гвинея Конакри. В общем, сегодня мы пытаемся доехать до Бамако-Мали. Ну, по крайней мере, в ту сторону. И это будет победа. Парни, в общем, первый раз за 3 или 4 недели я включил печку. Горячий воздух. Мы находимся в Гвинеи Конакри. Где-то в центре континента. Блин, реально холодно. Холодно, холодно вообще. Люди на улице ходят в пуховиках, в куртках. Вот, сегодня нам надо проехать около 500 километров, но без границ. Капец. Вот так, друзья, с такими дорогами. Такие последствия. Ребят, смотрите, что мы увидели просто. Не можем проехать. Местные бьют зерно. Они не бывает, так вот берут. Давай, я помогу. Так надо? Гуд? Все. Вот так вот, да. О! О! Ром, что это такое-то? Рис или пшеница? Нет, вот смотри. Рис, рис. Нет. Да? Пшеница. Рис. Рис? Да, рис. Не, а, ну да, это не то и не другое. Это злаки. Это какие-то злаки, да? Нет. А, вон, да-да-да-да. Вот, смотри, она сейчас его просеивать будет. Да. Вот, видите, они сначала собираются. Да, вот-вот-вот-вот. Потом он их фигарит. Слушайте, вот здорово, а. Да. Ребята, африканский постирочный комплекс. С обнаженными женщинами. Просто прелесть. Не женщины, а комплекс, имею в виду. Вот знаменитая река Нигер. Одна из крупнейших ред Африки. После Нила, если я не ошибаюсь, это вторая река по размеру после Нила. Вот сейчас мы решили здесь остановиться. Только что пересекли по мосту ее. Сейчас мы с Игорем будем мочить ножки. Игорь, как думаешь, тут сомики водятся? Самые по-любому есть. А крокодилы? Крокодилов нет. Почему? Я думаю, что их съели все западно-африканцы. Ты смотри, чтобы крокодил к тебе не подплывал близко. Обратите внимание, что мы опять, как всякий раз, когда мы подъезжаем к реке, мы попадаем в постирочную. И в этот раз не исключение. Вот у меня за спиной плоды. Причем, я заметил, они всегда так сушат. Представляете? Свои постиранные вещи. Они их просто раскладывают на земле. Причем могут на земле, могут на асфальте. И все. И они сохнут. Мы находимся в городе Сигири. Республики Гвинея Канакри. И вот я увидел авторазборку. Мы только что проскочили авторазборку побольше. Там стояла газель наша. Газель, чувак. Отвечаю, газель. Зачет. Кому надо тачки? Берем. Правый руль, правда. Не, не берем. Идем дальше. Ну, короче, их дофига таких. Их вообще море. О, смотрите, сколько их. А вот уже все, что осталось без кузовов. Все ходовка. Друзья, о какой там безопасности мы говорим. Ремни безопасности, еще что-то. Вот как надо возить детей. На такси. Мототакси. Значит, мы только что выехали из Гвинеи, которая Канакри. Вот здесь вот между странами такой большой дити-фри, где продают все, что ты хочешь, кроме алкоголя. Алкоголь мы ищем уже полдня. Сейчас будет граница Мали, и мы окажемся уже в Мали. И завтра мы покажем вам Бамако. Это будет супер. Да, если мы сейчас увидим. Не, Бамако может быть не супер, конечно, но Мали мы ожидаем, что будет супер. В общем, едем и ищем границу. Не знаем еще, где граница, ее пока не видно. Редактор субтитров А.Семкин